От последствий пандемии ипотека восстанавливается быстрее других сегментов розничного кредитования. Причин тому две. Во-первых, появление госпрограммы с льготной ставкой 6,5%. Этот проект поддержал и заемщиков, и застройщиков. Во-вторых, снижение общих ставок позволило многим заемщикам переоформить действующие кредиты в других банках на более выгодных условиях. По итогам первого полугодия текущего года у нас в регионе выросло количество ипотек, которые мы внесли в реестр. Что касается льготной ипотеки, если в мае были внесены записи о 62 таких льготных ипотеках, то уже на 1 августа больше тысячи. При этом хочу сказать, что самая первая льготная ипотека в стране, она была зарегистрирована именно в Алтайском крае. С участием банка ВТБ. Жители края активно раскупают как новое жилье, так и квартиры вторичного рынка. Подтверждают это и представители крупнейших банков. За 7 месяцев мы увеличили на 70% объем выдачи ипотеки по сравнению с прошлым годом. Одним из ключевых факторов, поддержавших спрос на жилищное кредитование в период пандемии, стала программа ипотеки с господдержкой. Кроме того, с 5 августа ВТБ снизил ставки по всей линейке базовых ипотечных программ на половину процентного пункта. Сейчас ставки по собственным ипотечным программам банка максимально приближены к основным параметрам производной ипотеки. И покупка жилья доступна значительному числу жителей края. В банке отмечают, что несмотря на летний период, когда традиционно наблюдается затишье, на жилищном рынке уже в первые дни после снижения ставок число полученных заявок возросло на 15% по сравнению со средними значениями июля. Конечно, сейчас своя квартира это очень хорошо. Очень рады тому, что мы приобрели свою квартиру, потому что мы уже будем, как считается, наверное, полноценной семьей, что отдельно жить будем. Только в ВТБ ежедневно обращаются больше 4,5 тысяч потенциальных заемщиков. Пониженные ставки – мощный стимул к решению своих жилищных вопросов здесь и сейчас. Елена Кузовкина, Илья Халяпин. День с толком. Ну это же застройщик.